В юбилейном 20-м по счету городском конкурсе ученик года приняло участие рекордное количество саранских школьников. 42 старшеклассника вышли на сцену 24-й школы, чтобы побороться за звание самого активного и креативного. Это лучшие ученики всех школ городского округа. Отличники, спортсмены, танцоры, поэты и музыканты. Каждый из них талантлив по-своему. В будущем я мечтаю себя реализовать. Мне кажется, этот конкурс мне очень поможет. В будущем также я мечтаю стать врачом. Я увлекаюсь танцами, шести лет, конным спортом и у меня много интересов. Не раз становилась призером муниципальных этапов Олимпиад по таким предметам, как биология, русский и общество знания. Мы очень долго готовились к этому конкурсу, но подготовка была очень интересной. И этот опыт, я уверена, что он мне пригодится еще в жизни. Я играю на гитаре и на гавайской гитаре укулеле. Изучаю современную литературу и также пишу стихи. Я хожу на различные Олимпиады, также закончила художественную школу, поэтому умею вязать, бисероплетение, вышивка. Я приготовила лобук о профессиях и презентацию, которую буду рассказывать на мордовском языке и половине на русском. В заочном туре конкурса участникам нужно было выложить на школьный сайт видео самого значимого для себя события, предоставить жюри портфолио, указав достижения в предметных Олимпиадах и научно-исследовательской деятельности. А на сцене вместо приветствия им предстояло рассказать о своей будущей профессии и показать презентацию на тему «Где родился, там и пригодился». Каждому школьнику в современных условиях очень важно правильно сделать свой профессиональный выбор. И делать этот выбор ему предстоит уже в школе с помощью родителей, с помощью учителей. Этот выбор должен он сделать для себя такой, чтобы это была профессия его будущего, чтобы он смог себя реализовать наивысшим образом. «Я хочу быть журналистом и говорить людям правду, потому что иногда ее так не хватает в нашей жизни». Участники признаются, готовиться к конкурсу им помогает практически вся школа, друзья, одноклассники и учителя. Поэтому особенно важно показать достойный результат. «Это просто незабываемый опыт, который я хочу передавать дальше нашим младшим ученикам, потому что это работа не единого человека, это работа целого коллектива, которому я очень сильно была благодарна. Благодаря их поддержке я чувствую себя сегодня уверенно, и просто у меня есть такое стремление постоять не только за свою честь, а за честь школы». Десять счастливчиков, чьи выступления жюри особенно понравятся, выйдут во второй тур конкурса. 18 января на сцене Дворца детского творчества они проведут мастер-классы, рассказав о лайфхаках школьной жизни, посостязаются в интеллектуальных поединках и проявят себя в творчестве. И тот, кому это удастся лучше всех, будет защищать честь Саранска на республиканском конкурсе «Ученик года-2019». Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова